Я так разумеюще сегодня буду давить шутка в каждом, правда? И вот цена у вас слова, там будет звучаться другое. Доброчесть, правосудие, правопорядок. Заразовиться в моде слова всего политического сезона станет эссеративным. Все правые заборы, а высотуация продолжена властья, вот такое. Попишите вас там в суде. Целка не вспоминает. Можем подпросить эту песню? И власне, у них уже приходилось, что... Корруппованные суды, прокуратура, невильная пресса и, по сути, неправильные грамотяны, того, что в этих бадонях. И, срештою, все правосудие за течество идем, у кого бадон больше або важнее. Я хотел бы запропоновать нам с вами, друзья, маленький рецепт, как это можно изменить. И, видимо, это можно, правда, украинский парламент. Прошу наступить слайд. Прямо в том, что в своей антикоррупции, мне бы я уже постарался. Я на покрову принял в любую китайскую антикоррупционную закону. Я всем вдячний, кто не голосовал. С теперешним парламентом я вдячний всем, кто смогли дальше развивать всю реформу. С днайкутням парламентом я забыла подняти РПР за то, что мы сейчас работали в России. Но вопрос у меня, что делать с ингредиентом, чтобы работать с ингредиентом, чтобы работать с ингредиентом. Нужно грошей. Нам нужно накладывать грошу на этот бюджет в России на 2015. И это прямая ответственность на моего парламента. И я очень надеюсь, что в грудь они насправдь этот бюджет выкладывают и дам будет грошей на сенки и коробственные органы. Следующая важная вещь – это ограничение влияния капиталу на политическое життя. Мы говорим про прозори политической партии. Ничего не дыхало парламентарям, никаких сил, часов, не знаю, еще чего-то, а по ухвалите нормальный выборчий контракт уже. А это означает, что они лишают такую примарку перспективу на следующий период времени. Так что, чтобы начать концентруем, друзья, нам нужен такой новый закон. Так же мы говорим про прозори и датки бюджетов, и как оно вытрачается. И так же мы говорим, друзья, с вами про общественную информацию, про открытые данные, которые можно дозволить и датить и датить. Коллеги, прошу наступный слайд. Мы с вами говорим про правоструктуру, мы с вами говорим про прокуратуру. Да, принятый закон про прокуратуру. Да, и делать честный процесс вперед. Но для того, чтобы все дело запрацювало, нам нужен не межреволюционный закон проста до судей. Все изменения в законе написала революционная группа РПФ. И, власне, сейчас это импетитание за парламент, который мог бы за него голосовать. И так же мы говорим про то, что нам все равно нужно сменчивать положение прокуратуры. Идали, мова идет о правильной конституции. Тут сегодня все говорили про то, что мы консультируемы менять. И каждый хочет обвинять от себя. Подоложить мне еще что-то делать. Друзья, напишите решительный крок. Отдайте подоложение за правильную прокуратуру. И, хай воно не включается в суспільное життя, в том числе в судовую наступку. Идемо, давайте, друзья, прошу наступный слайд. В связи с правоохранной реформой. Украинцы до сих не чувствуют праведливости после того, как студенты Майдана разъигнали в очень недемократичных войсках. И вся украинская главная машина, которая, на каком вы так нарекали, за Часи Финаковича, продолжит покрывать милиционеры, которые были и покрывали украинцев. И, власне, для того, чтобы вы захочете обвинять, нам потребуется закон про полицию и полицию, полицейскую деятельность. А так само нам нужно удосконалить криминальный кодекс, для того, чтобы журналісти, операторы и другие люди модельных профессий мали реальные данные. И буквально остальный слайд, друзья, я попрошу ваши уваги. Прошу наступный слайд. Останный. Не даю? Останный слайд, пожалуйста. Останный слайдермен. Дякую большое. Это про медийный репортер. С нами сегодня пару раз ты сказал много про это. Я просто доживлю его двумя вещами. Для того, чтобы все дни запрактировали, нам нужно, чтобы парламент централизовал законы общественной молодости. Он созданный как закон, но пока что все они про него забыли. На фону эмфории занимался другими плываниями других законов и не гонорирует то, что уже работает в государстве. То, что уже упаковывает. И наступные две вещи, которые нам необходимы сегодня с вами, друзья, это реформирование, а вы, пожалуйста, раздержавление засобов массовой информации, для этого есть подготовленный специальный закон. И так же нам нужно, друзья, реквідувати, на своем маленьком месте, взглядать зарписти социально-эморали. Почему? Я думаю, что это будет. И сейчас, как я надеюсь, у меня есть много с вами, которые мы хотим, чтобы 10, почему это нужно работать и как самым, если будут вопросы по сути этих реформ, и для этого будут идти. Так, пожалуйста. И я приглашаю всех, кто же ставит вопросы по сути этих реформ. Будь ласка, у нас есть 10 минут на обговорение трички меньше. Не в ваших залей. Будь ласка, как? Как? Представьтесь. Сколовка Никодина, если украинство, аграрная рада. Простите, я не хочу у нас есть. Знаете, что судебные рекорды давно говорят и все время целият вопрос. А что, собственно, необходимо сделать для того, чтобы суды, с одной стороны, были независимы, а с другой стороны, скажем так, не потерялись связь с реальностью и не превратились в самозамок в ту систему, которая представляет свои интересы, не общественные. То есть какие механизмы обратной связи вы хотите заложить в ту систему, которую предлагаете построить? В чем концепция ваша судебные рекорды? Я думаю, это тоже просто 5-5 тысячи. Первое, что студент, я бы радовался на конкурсный баскадр. Я раз на него запропоновано, но реально есть целый угол тех вещей и других вещей, как и другие. Мы предлагаем возможность сделать это реально независимо. Второй момент, мы говорим вам про то, что правосуды, в том числе, мое стартые электронные. Потому что, когда я решусь на расходе справ, и судья выучает данные, то вы же в этом не маніпулируете. Третий, мы говорим вам про то, что студентские, судьи, с другим, в студентские, там обоградования, насправді, неможливо бы сброшены. Суды должны стать активным участником распродывания бюджетных состей, и надо заниматься много порядков бюджетов, которые раньше тоже предпочтают так вот. Наступнее, наверное, это довольно максимально доброчестный суд. Сегодня у нас есть две договоры, которые выделяют походу, пока начали эти проблемы. А нам нужна целая линейка по гарану. Не повезково только у судов, а комиссии, и много чего другого. Нам, важно, потребна более чистая процедура притягивания непосредственности, и, наверное, чистая процедура защиты своих прав в суде. И пятый крок, который нужно сделать, это дать возможность людям самим выбирать свое самовредование. Потому что сегодня это надеется тем, что приходят какие-нибудь тайковки из-за законного государственного суду, и скуповывают люди, чтобы дальше вышли на посадь. И только через активность людей в государственных салях это просто не трапляет. Потому что, по-другому, потребна эксплуатации не боялась и выбирать доброчесных керівництв. Какой, Олексій Вольфович, вы ничего не говорили мое рефрику щодо цього. И, пожалуйста, первое, если вы начнете, за зналегідь, маякуйте мне, чтобы я вам передавала микрофоны, люди, которые хотят поставить вопрос, в зале. Чтобы просто я вас за зналегідь бачила. Ну, находите за мной какой-то визуальный контакт, чтобы вам передали микрофон. У нас такая. У нас такая. Не такая. Вы знаете, абсолютно точно, чтобы достигнули какие-то серьезные результаты, которые именно принялись в мировой выруси. В данном средовище СНД дознатуется тема протестащей государственной реформы щодо возможности изменения порядка и суть его скажем государственных учеб. Как вы становитесь до того, чтобы судья, каким-либо планом решения пряченых акций, захищал его самостоятельно апелляционной ситуацией? Это такая, даже интересная, интересная идея, которую мы обговорим, и как вы до нее ставите? Я персонально думаю, что это интересно. Вот. Ей можно разглядать. Но мы, как спиннота реформацию, пока еще не хотим дать людей. И через это, что, не знаю, это хорошо, просто через это не готовят обраковать наследие такого и, как мы хотим работать по политической прогнозу, вы делаете этих судей на ЖНМ на обязательство эквиваляции. Предформулись, что все это прямо влезет. У нас тогда 11 тысяч коллег, и это не мало. Еще ваше питание на этот момент. Будь ласка, так, Заря, пока еще я не знаю. Так, пожалуйста, давайте прямо вам святать. Погладывайте. Здравствуйте. Меня зовут Яна Паченко. Я громадский активист и эксперт на основе группы социальных реформ РБР. У меня такое питание. Чи разглядаете вы возможность повернуть параллельно в ключи с реформами децентрализации влади, такой обсяг децентрализации судовой влади, когда, ну, что касается Немечки и в некоторых странах, где на местном уровне есть местные суды, которые в Рейденском союзе было немного не так, но они назывались народные суды, суды, которые обрались в Комоторе, громады. Это люди, которые имеют определенный авторитет в громаде, и кем громада доверяет, кем громада доверяет и их освитой, их баку, и соединения их векционности доверяет правосуды на местах. Какие ваши остальные вопросы? Это называется дворовые суды. Если можно говорить назад к микрофону, там есть пан Роман, я попрошу передать. Прокоменствуй, что он говорит про дворовые суды, или доречно это делать в Украине? Это делать доречно, но это можно только через изменения в Конституции, сколько системы судов на сегодняшний день выключено в Конституции, там дворовые суды не предупреждают. Но идея есть, и в наших пропозициях об изменения в Конституции в нашем направлении удостоверили. Спасибо, дружи, пожалуйста, у нас буквально три с половиной хвилини лишилось, тут уникально место где брали наикращившие представители экспертного средов. Пожалуйста, Аксия, Кулина. Я просто хотела дополнить и сказать, что по поводу ликвидации комиссии по защите общественной морали украинскому бюджету она стоит в этом году 4 миллиона гривен. На рик, так? В этом году. И люди просто занимаются данным переливанием из пустого в порожнее, и, в общем-то, это нужно сделать как можно быстрее. Дякую. Да, пожалуйста, у вас. И перестали. У меня техническое вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть загальна позиция внести к закону про прокуратуру, про которую сегодня говорили? Уже эти годы. И вы имеете такую советованную позицию внести к нового права? Я говорю. Закон про прокуратуру уже укладывается. Но максимально это дело в пустые моменты. Потому что, по сути, вы будете делать тех, кто его пришел в обеювать и будет стежать за его вздевание. Для того, чтобы на полностью запрацювать цей закон, нужно еще изменять конституцию. На жаль, это не надоложит. И даже на весь большинстве парламента это доложит из конституционной большинстве 300 голосов. Самое то, что мы сегодня говорим с усима представниками демократичных сил, чтобы они имели 300 голосов за всю потребность права в конституции. Марино, это был просьб. Про прокуратуру на первом. Вопросы. Я просто представляю как раз из группы в мове, которая мастер по прокуратуре, закрываем. На працювании есть, потому что закон, который писался, от вас не писался, трошки в инфекции. На просмотрен что на працювании есть. Мы придумаем заняться тем, чтобы они дальше проведали в виде с ним до проекта, который принял. Игорь Негода. 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 Игорь Негода.